девчонки привет сегодня я решила попробовать сшить вот эту вот юбочку которая мне понравилась ткань у меня шерсть такая вот темно-зеленая довольно плотная она я бы даже сказала хорошо подошла на толстый жакет такой теплый или на пальто это шерсть в составе помимо шерсти я надеюсь что есть что-то еще и она мне досталась от мамы она хотела пошить из нее юбку поэтому ткани у меня всего 85 сантиметров из этих 85 у меня получилось в принципе выкроить необходимые детали это вот здесь у меня передние части и планки это самые такие вот сложные детали в плане раскладки потому что как видите вроде бы она такая тоненькая но ей нужно место журнал предлагает нам использовать 1 и 1 метр ткани у меня разумеется этого нет и как вы видите я в принципе при своем 36 размере пролезла 85 сантиметров единственное но у меня все вот эти вот планки обтачки в единственном экземпляре то есть на вторую как бы внутреннюю часть мне не хватило я купила ткань подкладочную не знаю что из этого получится потому что шерсть плотная подкладочная ткань тонкая но буду проводить эксперимент покажу вам что получится и очень сильно надеюсь что получится что-то путевое потому что в принципе ткань это мне нравится не могу сказать что очень сильно но она мне симпатична хотелось бы конечно получить хорошее изделие такой у меня план давайте приступим и сошьем эту юбку самое первое что нам нужно сделать это на каждой детали отметить линию середины переда потому что именно на нее мы будем ориентироваться пришивая планки и затем соединяя части переднего полотнища юбки начинаю скалывать планки и детали не удивляйтесь у меня все линии нанесены на лицевую сторону поэтому изнанка абсолютно пустая и приходится вот так вот постоянно подглядывать чтобы контролировать размер припусков переносить я честно говоря поленилась благодаря тому что ткань не скользящая и довольно толстая я обхожусь только булавками я практически ничего не сметывала когда шила эту юбку и даже вот такие выпуклые части у меня получалось аккуратненько сколоть и распределить как вы видите я приточала планку к юбке и у меня не сходятся линии середины переда конечно это не будет слишком заметно но это вылилось вот здесь видите у меня сместился вверх то есть внизу вот здесь у меня все ровно 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 из-за того что вот здесь я не совмещаю у меня наверху не хватает но не так страшно но не идеально уже мы только начали притачиваю планки передним полотнищем юбки обхожусь только иголками как вы видите никакой сметки нет довольно удобно делать это на толстой ткани единственное чуть больше внимания нужно уделить вот этим округлым линиям срезов к верхним срезом внешних планок нужно притачать внутренние планки они у меня из подкладочного материала поэтому и хорошо видно на кадре срезаю припуск на шов порядка 7 миллиметров это обеспечит более аккуратное выворачивание планочки отгибаем планку внутреннюю на изнаночную сторону и создаем такой небольшой перекатик внешней планки на внутреннюю чтобы красиво все было и внутренние не выглядывала и закалываю иголками в принципе по идее нужно сметывать выметывать но иголочки тоже справились прошло два часа и за эти два часа у меня появилось три вот таких детали это задняя часть юбки и две передние части каждая из которых обработана планками как вы видите планки внешние я не дублировала потому что мне показалось что у меня и так плотная ткань и садить на флизелин просто нет надобности мое субъективное мнение не знаю чем это аукнется дальше может быть и ничем внутренние планки у меня из подкладочной ткани я думаю что если делать из вот такой толстой ткани которая у меня это будет слишком грубо слишком толсто вот в этих вот местах а здесь у нас вообще с ума сойти будет какой пирожок но опять же я не настаиваю потому что я шью такую вещь впервые и не знаю как было бы в другом раскладе да и честно говоря у меня просто не хватает ткани чтобы сделать это из шерсти эту овальную накладываем на заднее полотнище самое важное в этой юбке это будет соединить вот эти обтачки таким образом чтобы они полностью совпали чтобы совпал вот этот шов притачивания со швом притачивание ну и соответственно длина обтачки это придется контролировать еще до того как вы начнете совмещать то есть пришивая вот эту вот внутреннюю планку и подгибая возможно придется где-то в районе шва подогнуть чуть чуть посильнее чтобы выйти например к этой планке то есть подгоняем одну под другую уже по ходу пьесы потому что честно говоря сшить симметрично для меня большая проблема отгибаем вот эти тонкие планки внутренние и совмещаем швы на двух частях юбки на переднем верхнем и заднем сейчас здесь будет очень толстым и как мы с вами можем видеть у меня планки не сходятся то есть мне нужно вот эту вот которая чуть чуть побольше заутюжить чуть чуть посильнее потому что ну либо вариант отпороть внутреннюю планку и пристрочить ее я отпарываю как вы видите разницу припусков то есть я на 5 сантиметров миллиметров ниже сдвигаю вот эту нижнюю планку чтобы когда я ее отверну и снова приутюжим и вот так вот разверну у меня эта часть совпала с этой по размеру и так я примерила юбку за что я люблю журнал бурда так это за то что даже 36 размер который по всем меркам мой здесь немножко большими лет на днях я пыталась раскрыть брюки из журнала шик и там размер на меня мне был безнадежно мал здесь же я убрала еще помимо припуск здесь перепуск полтора сантиметра я убрала еще смело полтора левый шов мы разбираем предварительно наметим мылом где проходит линия бокового шва с учетом всех поправок на ветер в этом боковом шве у меня будет молния вот разобрали и убираем передняя нижняя полотнище которое вот это вот волнистая остается только полукруглая и вот эти две детали нужно соединить при этом обтачки вот эти мелкие тонкие мои но у вас и невозможно будут не тонкие мы отгибаем на лицо ты разбираем и прострачиваем длинным швом место где стыкуются швы вот это вот обязательно нужно сметать ниточками не иголками то есть материал плотно работать с ним легко но чтобы ничего никуда не убежала у нас нужно обязательно сметать потому что иначе мы это будем дело пороть сейчас бурда предлагает нам после того как мы сделали боковой шов и я еще припуски не срезала потому что хочу обработать их косой бейкой которые у меня пока нет и ее надо покупать вообще очень много чего тут хочу обработать косой бейкой которые у меня нет вот но смотрим линия середины переда самая важная линия на этой юбке которая вообще есть это деталь с волной ее нужно соединить с линии середины переда на юбке таким вот образом и теперь нужно притачать вот эту вот планку точнее не планку а вот в шов притачивания планки к полотнищу нужно это дело притачать к нашей части переда с волной я это пока не делаю потому что мне пока надо то есть мне надо обработать красиво вот эту сторону чтобы это было более эстетично и только потом уже что-то притачивать так что пока я иду спать большего на сегодня я сделать не могу притачиваю кокетки к передней и задней частям юбки машинка прошила несколько слоев шерсти вот здесь вот в районе сгиба здесь их вообще раз два три 4 5 порядка шести слоев вот это толстое место она прошла здесь у меня раз два три слоя шерстяной ткани она конечно не очень толстая то есть вот один слой и вот все три но все три вместе выглядят но внушительно в принципе прошла спокойно итак давайте я расскажу что у меня сейчас происходит а у меня происходит следующее я уже обработала вот эти планки которые у нас такие красивые и обработала я их немножко по-своему во-первых я сшила их из подкладочной ткани и бурда пишет что вверх вот этой вот то есть мы один срез соединяем с тканью юбки у нас остается 2 мы его отгибаем наизнанку и приутюживаем и в таком виде нужно обметать верхний край я так понимаю что это нужен или оверлок или на машинке шов такой и смотрите в моем случае я бы обметала подкладочную ткань мне показалось что эта идея не очень крутая вот поэтому я решила убить сразу несколько зайцев и еще мне не нравилось то что под этим швом оставался необработанный край вот этой вот ткани я решила сразу обработать оба среза обработав их косой бейкой то есть я купила косую бейку которую нашла в цвет максимально подходящую хотела зеленую но была вот такая вот только коричневая и значит я ее пришиваю вдоль при этом захватываю планку и захватываю вот этот вот припуск на шов со стороны изделия и у меня получается вот такая вот обработка то есть в принципе я думаю если обрабатывать по журналу тоже будет не слишком страшно изнутри будет красивая оверлочная строчка на внутренней планке и вы приточаете ее точно вот в этот шов то есть я получается вот в этот шов ничего не притачивал я просто вот изнутри соединила как бы между собой два припуска и обработала их аналогично я поступила и с боковым швом раз уж я тут взялась таким вот рукоделием заниматься и вот смотрите вот эта часть нижняя передняя часть юбки которая у нас цельная то есть от бока до бока и получается что вот этот вот эту боковую часть я думала что мы будем подшивать вот сюда вот в шов то есть она у нас будет пришита к юбке нет оказалось что эту часть мы просто скрепляем по верху и внутри она у нас вот так вот будет болтаться конечно ее можно закрепить потайными стежками возможно я потом так и сделать и обработала я ее тоже косой бейкой как мне показалось что так будет неплохо то интересного интересного то что у нас получается вот это вот линия обработки но это на тот случай если вы хотите косой бейкой делать так же как я она у нас проходит через всю юбку и вот второй наш боковой шов который с молнией молния кстати тоже уже в начала здесь ничего сложного все самое простое главное совместить вот здесь вот у нас с вами вот кокетка да когда мы сначала пришиваем кокетку потом пришиваем молнию и главное чтобы швы притачивания кокетки к юбке у нас просто совпали когда мы закрываем молнию точно так же главное чтобы у нас совпали вот здесь вот швы внизу наших планок в принципе вот главное стыковать эти вещи и у вас все получится еще такой момент это 36 размер на мой обхват бедер 90 талию 70 я ушивала еще по боковым швам где-то на полтора два сантиметра ну ориентируйтесь на полтора у меня еще знаете такая плотная ткань очень толстая и я побоялась слишком сильно ушивать потому что она вообще не тянется и как бы надо чтобы сидела комфортно вот они швы как вы видите я еще их не срезала то есть здесь был припуск полтора сантиметра и вот я уже начала тут мылить сверху вот видно да что сколько я буду лишнего срезать я хочу оставить припуски по полтора что у меня не совсем получилось так это вот обработать ровно нижний срез я забыла о том что у меня вот здесь вот будет тоже так же то есть получается вот этот вот боковой шов я хотела чтобы у меня нижняя планка шла цельно не так что например я обработала одну сторону вот этой вот планкой с бейкой другую а потом вот так сложила и они у меня вот так вот развернулись ну соответственно это обработано и потом вот уже я обрабатываю бейкой вот эту вот линию я хотела сделать иначе я хотела чтобы у меня получилось вот так то есть ну вот вы видите да как получается здесь вообще халтурненькая скорее всего предполагаю что я все делаю неправильно и зря я вам это все показываю потому что учу плохому вот потому что здесь бейка подшита на руках поскольку тут боковой шов на и тут получается мне захватывать то нечего то есть если вот с этой стороны у меня идет припуск а от юбки и припуск вот от обтачки от планки от этой то здесь то у меня припуска от юбки нет тут у меня все ровно тут у меня просто на припуск накладывается вот эта вот штука планка и я на руках ее так аккуратненько подшила чтобы она ну выглядела так как будто так вот все это дело и должно быть здесь я про эту фишку забыла и пришлось мне видите вот я распарывала планку и сейчас что я делаю прежде чем я вам решила показать а потом уже сделать я сейчас срезаю припуски вот здесь вот до полутора сантиметров эти припуски я окантовываю бейкой разутюживаю отгибаю вот эту планку и вот из тех вот то что у меня тут срезалась да вот эта планка я сделаю ну то есть вот так вот будет тоже я сошью вместе две косые бейки и по такому же принципу как там приточаю их и у меня получится как будто бы внизу такое все единым кольцом непонятно что где начиналось что где закончилось очень надеюсь что у меня это авантюра получится пожелайте мне удачи я буду стараться и еще одна фишка которую я подсмотрела у галины балановской ткань шерсть очень толстая и смотрите вот здесь у меня молния да вот это вот это шов который я пришивала молнию и здесь у меня молния проходит сразу три слоя ткани то есть это припуск на шов и один слой ткани и чтобы было комфортнее я немножко здесь расстригла только девчонки нужно очень аккуратно стричь потому что я простригла в первый раз слишком много и у меня просто кокетка оторвалась от основной юбки надо стричь аккуратненько высекаем таким треугольничком ту линию по которой пойдет строчка притачивания молнии и у нас уже это место будет потоньше я бы даже рекомендовала вот это место то есть место сочленения кокетки и юбки соединить несколькими строчками но чтобы крепко было а потом вот высечь вот этот вот маленький треугольничек потому что место будет такое опасное но с другой стороны у меня просто не взяла бы вот эту толщину лапка для притачивания молнии она такая очень компактная и в общем она с этим-то подрезом не очень охотно хотела прострачивать но я ее заставила если найду оставлю ссылку на видео вот у галины балановской про высечение подобных мест она там это было видео про пальто и про обработку припусков на пальто как вот как раз когда вы шьете подгибаешь в нескольких местах и вот это вот происходит наложение толстых слоев ткани друг на друга в безумном количестве это хвостик молнии и я хочу его запрятать вот в такую вот свою косую бейку с одной стороны уже закрепила показываю как с другой вот мы видим молния смотрит изнаночной стороной на меня я вот так вот отгибаю этот хвостик как бы на изнанку вот так вот загибаю внутрь и с обратной стороны то есть вторую часть подгиба косой бейки я подгибаю таким образом у нас молния получится вот в таком кармашке единственное что неудобно это то что все такое маленькое еще такое скользящее и вот это вот мне конечно не нравится и неудобно работать сразу вспоминаю свои бралеты то закрепляю сразу нитками потому что иголки для такой мелкой работы мне не мне не нравится они немножко корежат рабочую поверхность и потом неудобно строчить и вот так вот парой стежков мы закрепляем вот этот вот наш вот так выглядит мой второй боковой шов об этом я говорила то есть отогнула планку после того как соединила боковой шов остался финальный аккорд нужно приметать вот эту кокетку к юбке точнее даже не приметать я ее уже приметала тонкими такими стежками а сейчас нужно будет отстрочить шов притачивание вот так вот как мы обычно отстрачиваем пояс нужно будет строчить так кокетку я правой рукой оттягиваю в сторону кокетку чтобы у меня открылся линия открылась линия шва и стараюсь попадать прям в нее либо прям рядом рядом с ней пришиваю по тайными стежками кокетку внутреннюю к молнии ну и давайте посмотрим что у меня получилось вот такая вот интересная юбка она довольно теплая при том что померила я ее с шелковой такой легкой блузкой без рукавов которую я шила недавно она у меня в черном цвете мне совершенно не понравилось как смотрятся вещи на выпуск с такой юбкой поэтому я все заправляю под юбку и больше всего мне нравится как смотрятся различные джемперы с ней спросила и горя какой вариант ему нравится больше и больше всего ему понравился вот этот вот лимонный джемпер в сочетании с зеленой юбкой и честно говоря чем больше я смотрю тем больше мне этот вариант тоже нравится немножко школьный образ такой получается я еще в очках все-таки решилась я показать как смотрится такая плотная шерстяная юбка с легкой блузкой и на мой взгляд это самый удачный вариант то есть заправлять блузку в юбку и все-таки длинный рукав потому что ну довольно теплая юбочка очень теплая и без рукава смотрится комплект как-то странно большое спасибо за внимание большое спасибо марте за то что вдохновила и настояла чтобы я сшила эту замечательную юбку я очень довольна всем пока пока